Всем привет, с вами Странник и сейчас в обзоре первого сезона мультсериала Кастлывания от Netflix я хотел бы рассказать, что с ним не так. Прежде всего начнем с небольшой предыстории. Мультсериал Кастлывания от Netflix является экранизацией культовой серии игр Кастлывания с 30-летней историей выпуска от японской компании Konami. Но создатели мультсериала решили не использовать готовые сюжеты с игр, а сценарист Комикта Лорен Елис сделал свою версию сюжета по мотивам Кастлывания 3 Дрекла Кернса, заимствуя сеттинг персонажей и общую сюжетную конву. Переходя к непосредственному обзору сериала, хочется отметить, что наибольшие проблемы заключаются в презентации персонажей первой серии, так как... В самом начале сериала зрители знакомят с одним из главных персонажей экранизации, Дракулой, который встретился с хорошей девушкой Лизой, ищущей знания и удивительно быстро прониксят в ней симпатию. После чего сценарист делает прыжок во времени, перенося события на 10 лет вперед прямо в сцену сожжения ведьмы. И как оказалось, это та самая девушка Лиза, что понравилась Дракуле и в итоге стала его женой. После чего нас снова переносят Дракуле, который теперь оказывается подкаблучником, который отказался от своих сверх сил и путешествует пешком, как простой человек, а также променял свой замок на домик в лесу, недалеко от города. Также в этот момент сценаристы вспомнили о пропущенном 10-летнем отрезке в истории и решили быстро рассказать сюжет самым простым и халтурным способом. Дракула становится в театральную позу и начинает изливать свою мотивацию, а внезапно забежавшая старушка рассказывает историю жены Дракуле. Она сказала мне, что если любишь меня как мужчина, то и живи как мужчина. Путешествуй. Она говорила, что вы путешественник. Был им. Поступай как мужчина. Слишком долго. Но так больше нельзя. Я сделаю последнее доброе дело, чтобы почтить ее память. Она любила людей и хотела излечить их болезни. Бери свою семью и сегодня же уезжайте из Валакии. Возьмите все самое нужное и не возвращайтесь. Мое путешествие подошло к концу. Данный эпизод крайне негативно влияет на завязку повествования в сериале, так как нарушает ключевой принцип кинематографа. Не рассказывай, а показывай. Соответственно, вместо несколькоминутного диалога о персонажах, нужно было наглядно продемонстрировать сцены с условным «погладить котиков», которые бы наделили образы персонажей смыслом и формой. Но вы, сценаристы так и оставили их картонными декорациями. Также в этой сцене возникают вопросы. А зачем нужно было переезжать в маленький домик с большого замка, где уже и была оборудованная лаборатория? Сценаристы, конечно, пытаются это объяснить тем, что жена Дракуы хотела быть ближе к народу, чтобы ему помогать, но, увы, это звучит неубедительно. Или демонстрируют Драку и его жену как непредносмотрительных и глуповатых персонажей, которые не смогли предвидеть тот факт, что в Трансильвании Серпа борется с магией, а наука в понимании Инквизиции – это та же магия. Глупость действия персонажей также создает когнитивный диссонанс с тем фактом, что они как бы символизируют противостояние науки с многобетием, но и эта возможная сюжетная линия в первом сезоне скользь упоминается в первой серии и в общем никак не раскрывается и сливается. Также из-за пропущенного промежутка в 10 лет возникает вопрос, в чем заключается любовь всей моей жизни для Дракулы? Если только в том факте, что девушка оказалась любопытной к науке, то Ето снова звучит неубедительно, так как Ето может создать заинтересованность человеку, но для длительных отношений явно недостаточно. Да, и Дракула – вампир, а девушка – человек, он живет сотню лет, после чего перерождается, и скорее всего у него могло быть много жен, или нет, тогда как его жена все равно рано или поздно умерла бы, если бы тоже не стала вампиршей. Удивительно, что такой интересный аспект их отношения не продемонстрирован. Вместо этого Дракула ведет себя как заносчивый подросток, у которого закончилась первая любовь. После этого нас снова переносят на место казни ведьмы, которая находится в финальной стадии. Разгневанный Дракула решает вернуться к своим сверхспособностям и появляется перед священниками через дефектную огненную телепортацию. Дальше ставим на паузу сериал и предполагаем, как Дракула может повести себя в этой сцене. А. Приступы ярости, ничего никому не объясняя, просто устроить локальный Терл Харбон всем участникам сожжения жены. Б. Являясь умным существом, о чем говорит наличие лаборатории, библиотек и технологическое развитие его замка, на сотни лет опережающие средневековый сеттинг Балахии, понимает, что мирные жители всего лишь массовка, которой манипулирует церковь, и соответственно нанести удар прежде всего по местному Гитлеру, тем самым обезглавив смею. В. Начать несколько минут читать моральную тираду и вести диалог со священниками, после чего пообещать устроить экстерминацию с тем, кто останется в Балахии через год, после чего скрыться в закат. Конечно, сценаристы сериала выбрали третий вариант, мотивируя это тем, что Дракуле нужно время для собрания демонической армии, которая устроит его меч. Но в сцене после исчезновения Дракулы был показан кадр с небольшой огненной бомбардировкой, которая не получила своего развития. Хотя, учитывая фактор внезапности, а также то, что в средневековье значительное количество строений делали с дерева, огненная бомбардировка могла бы с легкостью устроить неконтролируемые массовые пожары, вплоть до появления огненных смерчей, о огромной разрушительной силе которых, например, можно назвать Большой Лондонский пожар 1666 года, в котором за три дня было уничтожено больше 13 тысяч домов. Соответственно, никакая армия демонов была бы не нужна. Дальше. Спустя год Дракула все же проводит свою месть в действии. Ее начало показывается в нарочество пафосно-карикатурной сцене с епископом, который упрекает Дракулу во лжи и трусости, после чего сценаристы демонстрируют екшн-сцены с детализированными моментами убийств людей, которые вполне устроят аудиторию Сашка Фокина. Я хочу вам показать там, где будет мясо, матюки, убийства и голые сусти. Вообще, если говорить о графике, стилистике и анимации, то они в сериале выполнены на достаточно высоком уровне, в отличии от сценария и хронометража. На визуальном исполнении явно не экономили. В конце первой серии сценаристы решают познакомить зрителей с местным паладином, точнее, фактически главным героем сериала, Тревором Бельмонт. Род Бельмонтов, который был борцом с демонами и вампирами в Балахии, отлучен от церкви и особой популярностью в местных жителей не пользуется. Но Тревор продолжает заниматься охотой на демонов, за честь, славу и небольшую плату, при этом не особо маскируясь, например, сохраняя родовой герб Бельмонтов у себя на одежде, что приводит к пьяной драке с местными жителями в баре. Во время драки сценаристы пытаются добавить унылые сортирные шуточки и удары по яйцам Тревора, что конкретно намекает на то, что кассывание от Нетфликса – голливудский дженерик-боевичок с шуточками. В отличии от первой серии, вторая и третья серии сериала имеют куда меньше проблем. В первую очередь это связано с тем, что сериал переходит к локальному пластованию в реальном времени. Главной темой, которую сериал пытается раскрыть в этих сериях – ето манипуляция людьми со стороны церкви через догмы, ответы на сложные вопросы поиском левых виноватых и двуличие. Увы, ето делается достаточно поверхностно. В основном через ввод сюжетной арки с хромовиками, которые играют роль козлово отпущения и которые наш паладин Тревор Бельмон, не такую как все, Сипу Белнадес, братство хромовников, решаясь за честь защищать. В общем, со своей миссией вторая и третья серии справляются. Повествования плавные, персонажам уделяют время, а также вводят нового героя девушку – умницу красавицу. В четвертой серии сериал переходит в финальную фазу первого сезона. И она сделана лучше первой серии, но хуже второй и третьей. Во-первых, в начале сериала сценаристы быстро сливают местного фанатичного священника Гитлера, который планировал по главам дослужиться до роли епископа. Но, увы, не повезло, не фортануло. Во-вторых, Тревор Бельмонт в экшем сцене сражения местных жителей с армией демонов пытается проявить себя в качестве командира и стратега. Но, увы, эта сцена выглядит глупо, так как созданная девушкой-волшебницей ледяная стена сдерживает демонов только по сторонам и не закрывает небо. А как было показано раньше, демоны вполне себе прекрасно умеют летать и наносить огненные бомбардировки. Почему они пошли в пешую атаку против уже подготовленных людей, не очень понятно. При этом демоны не являются абсолютно глупыми животными. Как было показано в начале серии, при сливе священника, в демонов есть альфа-демоны-предводители, которые даже могут мыслить и говорить сносные вещи. То, что они внезапно отутели до уровня пушечного мяса, явный киноляп. Первый сезон кастлывания от Netflix заканчивается эффектной дракой между Тревором и Аукардом, вампиром, который не разделил идею драку устройств геноциз людей в Валахии, тем самым перешедшим на сторону добра. Как итог, можно сделать вывод, что кастлывание от Netflix и это сериал, который пытается перенести игровую вселенную в виде анимационной экранизации к поднятиям современных актуальных тем, противостояния науке и мракобесиям, манипуляции массами и так далее, но не доводит их до логического конца, бросает на полпути. Корма доминирует над смыслом. Нелогичные и странные решения сценаристов в завязке сериала делают персонажей карикатурно-картонными. Дракула – типичный мстюн. Тревор – паладин. Сифа – сильная и независимая женщина. Алкарт идет против отца, а сам сюжет – сшитый белыми ницами. Как говорится, пластмассовый мир победил, макет оказался сильнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...